Продолжение следует... Я думаю, сейчас они представятся, и давайте похлопаем. Добрый день. Усядемся. Я не знаю, по именам всех называть, будем мы называть. Ну, еще раз всех приветствуем. Ребята, спасибо вам за терпение. Понятное дело, что был очень насыщенный и интересный день. На нашей презентации, наверное, мы просто позволим немножечко расслабиться, сопровождая каким-то видеорядом и философии нашего отношения к работе и формированию нашей команды. Тематика нашего выступления будет... Такова командная работа. Среди вас очень много молодых специалистов, перед которыми, наверное, стоит какой-то выбор творческого пути. Создавание новой команды, работы в команде под чьим-то предводительством. В общем, мы сейчас вам расскажем философию нашего подхода, философию нашего создания. Просто поделимся с вами нашей историей. Когда мы думали, какой включить фон, мы долго думали, там, слайд-шоу, какие-то проекты. Многие, кто хотели, их уже давно посмотрели и видели. Поэтому мы решили сделать нарезку из Инстаграма. Все послевали, выбрали рабочие какие-то процессы. Вот они там идут себе. Мы будем рассказывать, а вы просто смотрите. Да, проекты наши можно будет посмотреть на нашем сайте, страница Facebook. Ну да, хотелось, чтобы это был формат не презентации проекта, а какая-то поднагодка такая, опять же. Вот сидят про персонажа. Да, ну мы познакомимся, наверное, с вами. Мы многих из вас знаем, многие из вас знают нас, но вот в частности. Меня зовут Артем Мартыненко. Юля Мартыненко. Ира Соколова. Таню Назовая. У них сходить. Антон Соколов. Да, Денис Соколов, мой братья. Ну, как бы мы набрасывали такой небольшой планчик, о чем рассказывать. Первый пункт был, почему так получилось, что мы работаем все вместе. И как бы тема командная работа, это, ну, мы считаем, сейчас начинают появляться такие мастерские, которые работают командно. То есть в предыдущее время, я так смотрю, была какая-то тенденция, когда, то есть мастерская работает на какое-то одно имя, там, одну фамилию. У нас немножко другой подход, и изначально он сформировался таким образом. Ну, у нас, если проще... Не запланировано сказать. Да, если проще объяснить, то больше, ну, принята схема вертикаль власти, у нас как бы горизонталь власти. То есть у нас нет главных, нет второстепенных. Ну, начнем, наверное, с истории создания. Наша мастерская фактически, официально где-то около восьми лет. И формирование мастерской началось абсолютно, это такое было, может быть, не запланированное. Все началось с совместной работы, участия в конкурсах, в каких-то халтурах, подработках. Вот, и постепенно это переросло, вот этот вот дружеско-родственнический союз, он перерос в такую вот, в крепкую рабочую семью. Да, к слову, дружеско-родственнический. Ну, фамилия все подняты. Да, у нас тут разного рода, ну, в общем, сложная схема, тут много стрелок. Давайте мы немножко эту паутину вам покажем. Вот Денис с Антоном, братья, я с Лерой, сестры. Лера с Денисом, муж и жена, мы с Артемом, муж и жена. Таня, наш друг, соратник и наша семья тоже. Вот, собственно, все карты раскрыты. Вот, ну, по... Шпаргалка? Ага, да, шпаргалка. Ну, да. Значит, сразу скажем из особенностей командной работы. Конечно, в командной работе существуют свои плюсы и минусы. Из плюсов нашей командной работы, это то, что у нас есть всегда подстраховка друг в друге. И есть фактор бесконечного цикла. То есть, если кто-то выпадает, у каждого есть время на какое-то свое личное творчество, на какой-то там поезд свободного времени для вдохновения. Он всегда будет подстрахован. Да, ну, и в принципе, если говорить как бы о формировании команды, то это произошло не каким-то запланированным там союзом. Это произошло так только потому, что нам было вот так вот комфортно работать. И в принципе у нас подход в нашей студии, что мы создаем какие-то условия для себя, для наших сотрудников, нашей команды, чтобы было классно и получить удовольствие от работы. Ну, и, соответственно, результат от этого, это все влияет на хороший результат. Это наша точка зрения. Да, ну и большой авторский состав позволяет создаванию по-проектов без зашоренности какого-то одного взгляда. То есть, он порождает, может быть, какой-то минус в том, что твое субъективное мнение на гениальную вещь может быть опровергнуто кем-то и сказано «нет, ты знаешь, здесь ты где-то загнался». Но это не минус, это плюс. Да, и плюс. И ты делаешь халтуру, то есть критическая часть, она формирует как качественный продукт конечный где-то. Вот. Ну, еще так как каждый специалист в своей сфере, в какой-то узкой специализации, то это позволяет сделать наши проекты более продуманными в плане дизайна, в плане техническом, в плане декоративном, то есть, да, в плане архитектуры. То есть, каждый добавляет свою фишку какую-то. Ну да, и то есть, если вы думаете, что команда – это такое единое мнение, все так классно, быстро получается, ничего подобного, мы спорим, ругаемся, там, ну, по-доброму, конечно. Но из этого всего вытекает суперклассный продукт, как мы считаем. Ну, это так должно быть. Гораздо хуже, когда есть какой-то там законодатель моды, который он себе придумал, что это классно. Ну, и всем пытается там доказывать, что это так. Часто бывает наоборот. Ну да, то есть, не зашоренное сменение – это очень важный конек. Ну да, мы не стесняемся трудово говорить, что ты сегодня сделал не очень. У нас просто есть такой коллективный, как бы, некий такой коллективный разум, да, вот, и, ну, не секрет, все, кто, ну, как бы, сталкиваются с моментом творчества, но это у нас здесь много архитекторов, дизайнеров, я не знаю, художников и прочих людей творческих профессий, в процессе работы над каким-то объектом не секрет, что у человека, который работает уже какой-то определенный период, неделя, две, возникает, как бы, момент, когда ты уже не видишь того, что ты делаешь, ты не можешь понять, это хорошо или плохо, это абсолютно нормальная ситуация, и вот обратная связь от людей, которые, как бы, находятся с тобой рядом, она дает, ну, тебе некую такую… Денис, заперёдивай. Что хотел сказать, мы ни в коем случае не пропагандируем такой вид работы, мы просто делимся, как это у нас получилось, опять-таки, потому что так вышло, и нам так удобно. Из плюсов хочу сказать, что, вот, какие у нас получились плюсы из этого опыта. Когда формировалась команда, мы какое-то время каждый работал, либо на кого-то, либо, там, сам на себя, ну, порознь. Это мы потом чуть-чуть так сбежались. И из плюсов это то, что было… Слияние. Да, слияние клиентской базы, то есть у каждого была своя клиентская база наработана, то есть сейчас у нас, вот, там, шесть человек, то есть это не то, что мы, там, шестером работаем над одним проектом. У нас и проектов очень много, поэтому… И мы, как бы, все вместе работаем, не каждый над одним проектом, а мы все наваливаемся и берем, берем толпу. Да, ну, в свою очередь, хочется сказать из минусов, которые тоже своего рода это плюсы. Вот, что изначально очень сложно было, как когда, вот, при работе с масс-медиа, с масс-медиа, с журналами, со всеми, когда все привыкли к публикациям, к каким-то выступлениям, там, одной личности, и когда мы говорили, нет, да, одна-две, то нет, мы там будем бригаде, то вначале это было очень критично. Зато теперь очень приятно, когда… Это стереотип, к которому все привыкли, ну, то есть, мы вот… Пришлось немножко побороться с этим. Сейчас к этому уже, ну, по-другому относится. Ну, не только нас, много таких студий начинают появляться. Да, так что, ребята, сила в единстве и объединяйтесь, творите. Вот. Ну, продолжая о каких-то сложностях и минусах, то из минусов можно сказать, что это тот фактор, что ты можешь часто слышать критическое отношение к своему какому-то субъективному взгляду. Постоянно. Постоянно. Невозможно. Мы постоянно друг друга критикуем. Ну, мы считаем это нормально. Гораздо хуже, если ты подойдешь и скажешь, ой, все классно, и ты такой, о, ну, блин, все получилось. Нет, и есть. В горе рождается истина. Да, мы постоянно пытаемся стимулировать друг друга, постоянно как-то развиваемся. Ну, у нас есть целое такое направление. Сейчас оно чуть-чуть подутихло. Настя знает. Мы вас обновим. Да, ну... Система развития мастерской – это, ну, у нас мы практикуем там просмотры. Вот у нас по утрам была классная система, что мы начинали утро с просмотра каких-то развивающих фильмов. Там на тему искусства... Ну, опять-таки, любое утро, оно начинается с того, что ты пьешь кофе. Ну, зачем его тратить, смотря друг на друга? Да. У нас есть правила, мы друг другу показываем там какие-то развивающие фильмы. Анализ работ там наших коллег за рубежом и украинских, то есть это подробно раскладываем какие-то моменты, изучаем... Ну, а больше превращается в критиканство, это ленчевание. Ну, вот подобное, да. Мы серьезно следим за нашими коллегами, за мировым опытом. Каждый проект, который выходит новый, ну, нельзя просто его увидеть и сказать, ну, так, классно. Нужно его открыть, разобрать, понять, что там правильно, что неправильно, ну, что мы считаем правильно. Как-то это спроектировать на свои проекты, ну, естественно... Открываем себе черпион. Давайте начнем. Давайте начнем. Давайте начнем. Ну, мы считаем это важно. Ну, и, конечно, посещение разных мероприятий, особенно там наших коллег, продвижение, общение украинского дизайна, это очень важная тема. Мы постоянно пытаемся как-то подковыривать, выталкивать всяческими образами. Да, и посещение всяких мероприятий, подобно этой платформе. Спасибо большое организаторам на создание таких... Да, ну, спасибо тебе, Дина. Да, очень здорово, что идет вот эта... Классная инициатива. ...коммуникация специалистов, развивающихся, опытных. Мы делимся опытом, нам нужно расти и развиваться. У всех у нас, я думаю, в планах Украину сделать центром мирового дизайна и архитектуры. И я уверена более чем, что нам это за пятилетку все вполне удастся, потому что, будучи там и в команде, и общаясь со специалистами высочайшего уровня Украины и мира, мы понимаем, что это наш рост и завоевание, да, на мировой арене это все будет. При том, что изначально это кажется так далеко и так недостижимо вообще, это все абсолютно рядом, все люди. Да, и всем вам тоже рекомендуем посещать как бы этап развития. И у нас даже в нашей мастерской школе есть такая статья дохода, которая... Расходы. Расходы, да. Которая у нас отделяется на путешествия. Ребята, путешествуйте, посещайте вы такие конкурсы. Мы как маленький бонус с нами на вечер хотим вам предложить нашу... Ну, сейчас мы увидим. Да, после разговора наш ролик путешествия на миланской выставке, потому что эти выставки по путешествия различные, дают невероятный толчок в творчестве. То, чего ты не увидишь там ни в одних журналах, ни на сайтах, это самостоящая инвестиция для творческих людей. Ну, к слову, там, развитие, как еще одно направление, мы относительно недавно начали развивать предметный дизайн, изучать эту тему, ее как-то лоббировать. Но тоже благодаря командной работе, что не в ущерб дизайну у нас... Да, но это, опять-таки, один из плюсов командной работы. Ну, если один человек, он пытается толкать три направления, там, и архитектуру, и дизайн интерьеров, и предметный, ну, из всего, ну, сложно, да, выжать максимальный там какой-то результат. Когда нас много, мы спокойно можем какое-то время там несколько человек уделить именно плотной работе над предметкой, доведение его до там идеального состояния, ну, не в ущерб там заказчикам, которые... Они все злые, когда видят, что ты там занят. Да, и очень здорово, что сейчас на рынке Украины появляются тоже люди, которые могут достойно реализовать твои идеи. Вот, в частности, это не как реклама, они ни в коем случае... Вот элемент... Ну, Дмитрий Борисов... Дима, спасибо тебе большое. Да, отдельный привет. ...который помогает на высочайшем уровне реализовывать наши творческие идеи. Вот, и вот, в частности, наш светильник СНОП, который... Ну, это один из предметов коллекции, которую мы готовим вот уже к следующему кифу предметного дизайна. Ну, мы думаем, это будет очень крутое событие, плодотворно, будем с Димой работать. Да. Я надеюсь. И многие сейчас предметный дизайн украинских дизайнеров, ну, в том числе и наши элементы, они вообще, ну, по сути, есть программа по поездке в Италию, представления уже на итальянской неделе дизайна по предметам дизайна украинских мастерских. Да, мы вот буквально вчера вернулись в Киево, были на презентации Олега Волосовского, наверное, все знают. Он... Ну, это, опять-таки, не реклама его мастерской, хотя он очень талантливый, конечно, персонаж. Вот у него уже суперкрутые достижения. Он был в Милане, он представлял Украину, он дизайнер в итальянской мастерской. Сотрудничал с итальянскими производителями и представлял совместно с ними на Миланской выставке свою коллекцию. Вы отработали дизайнером, в практике у вас итальянской. Да, так что тоже посыл того, что творите, лепите, рисуйте, создавайте. Вы все за безумие талантливые люди, и мы мы подвигаем на то, чтобы наше творчество шло вверх и популяризировалось очень. Да, и часто все боятся, что там нужны какие-то там капиталовложения, еще что-то. Ну, это все враки. Какие-то нужны, конечно, но в основном это идея и стремление, чтобы тебя увидели. Ну, это, конечно, большая инвестиционная ветка, но это стоит того. Ну да, да, у нас есть опять такие идеи. Да, и мы тоже хотим, вот сейчас у нас из нашего коллектива сегодня смогла прийти только Настя, вот, но очень круто и хотим тоже сейчас выразить благодарность нашим бойцам невидимого фронта, нашим чертежникам, визуализаторам. Это тоже очень сильная сторона нашей команды. Ну да, это команда, которую мы, то есть, долго и тщательно отбираем. Да, это потрясающе талантливые ребята, которые помогают создавать тоже очень классный микроклимат в команде. Ну, это все, к слову, опять о том же, что мы пытаемся делать комфортную для себя работу и подбираем даже тех людей, которые работают с нами очень тщательно, и они должны быть комфортными в первую очередь. И это правильно, потому что если тебя кто-то раздражает в коллективе, то это плохо, и продукт будет уже хуже. Наверное, мы посмотрим ролик с Милана. Он вообще есть в Ютубе, может быть, его кто-то уже видел. Да, и ребята, заходите к нам на сайт, смотрите вот там наши промо-элементы по пром-дизайн, который там у нас весь представлен. Это то, что потом кровью и любовью сделано. У нас в рамках нашей мастерской есть комната. Черная комната, в которой мы производим наши прототипы. Это опять-таки постоянные эксперименты, которые забирают время. Просто так заниматься всем подряд, еще тратить время на эксперименты, его быть не может. Это плюс команды. Ну да, это плюс команды, которые у нас есть. Ну и еще момент. Все путешествия заканчиваются обратной дорогой. Как правило, мы путешествуем на автомобилях, и это время переварить информацию, и это вот как раз то время, когда все создается. Ну, создается в умах, потом воплощается в нашей работе. Куда мы попрались? Да, мы попрались до Мелорусска. По классике жанра Игорь Бегарин, ребята, по-моему, пешком, по церкви. Короче, мы попили вина, и идти стало немного сложнее. Ну, что? Нет. Мы почти пошли, осталось каких-то 4,5 километров. А наша кровавойных ног, это вообще не расстояние. ПЕСНЯ И еще минуты, по-моему, читателей «Не хватай. ПЕСНЯ Это вообще очень-очень. Я сейчас смеюсь, что я не надпелываю вам. А зачем вам надо? ПЕСНЯ Спасибо. ПЕСНЯ 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 Утро Если вы едите своего пациента, надо не встречать его за мной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 В душе у нас тоже праздник, и в мастерской у нас всегда весело, поэтому вот командная работа, это плюс командная работа, мы делимся своим настроением друг с другом. Ты хорошо так сказал, заряжаем друг другу. Теперь можно, если есть какие-то вопросы, мы можем попробовать ответить. Есть когда-то вопросы? Наверное все предельно ясно. Какой состав бетонный использует? Это секретный. Секретный. На самом деле ничего секретного. Методом пробы ошибок. Прочная марка от цемента. И немножко любви. На самом деле, как правило, у нас, в принципе, получилось и без них. Даже там нет ни микрофигуры, ни просто армирующих каких-то компонентов. То есть, просто высокая марка цемента, ну и там правильные пропорции песка и щепка. На самом деле все. То есть, у нас на это ушло приличное время. Ну и в зависимости еще от того, какое изделие, для чего. Если это какая-то мелкоштучная штуковина, то там одна история. Если что-то крупное, там что-то может быть другого. Ну то есть, материал очень специфический. Кто стал, знает. Куча плюсов, куча минусов. Еще больше. Да, еще больше. Вот. Но материал крутой, в плане того, что это честный материал. Это материал урбанистов. Забирай. Еще? Спасибо за внимание. Мы за украинский дизайн. Спасибо большое. Спасибо большое. Продолжение следует...